Ну вот в контексте пандемии сейчас много кто заговорил о том, как вот такие более жесткие авторитарные правительства оказались более устойчивыми и организованными, чем либеральные демократии. Положит ли этот тренд на глобальное такое свертывание либерализма, назовем это так, во всем мире после пандемии? Коронавирус это тоже в каком-то смысле война. А война имеет свои законы, я вам такую историческую пандемию приведу. Когда осенью 1940 года в приграничных округах СССР закончились большие маневры, МИ-6 доложила Уинстону Черчиллю о том, что по его данным устали на 10 тысяч танков. Возмущенный Черчилль в сердцах ляпнул. Если для того, чтобы мне получить 10 тысяч танков, мне надо будет вести на год в Британии коммунизм, я это сделаю. Поэтому ничего не нового и абсолютно понятно, что в данной ситуации те режимы, которые вы называете авторитарными, они более устойчивые. Но сейчас, понимаете, понятие тоталитарного режима достаточно расплывчатое. Понимаете, что такое тоталитарный режим? Это то, что происходит в КНР или тотальный контроль населения через том числе соцсети, которые происходят в так называемом либеральном мире. Понимаете, все же достаточно условно и зависит от системы координат, по которой вы анализируете ситуацию. Поэтому я бы сказал, что сейчас просто увеличивается роль государства и та смысловая концепция, которую мы наблюдали на протяжении последних 30 лет, знаете, вот эта концепция белых воротничков, она, естественно, уйдет в прошлое. Сам по себе человек, индивидуальность не может решить все свои проблемы, и коронавирус это просто продемонстрировал. Хотя об этом, согласитесь, говорили и раньше. Просто мало кто в это верил, все считали, что это как-то, знаете, фантазия, и это пройдет мимо нас. Не прошло. Я не даром привел пример Греты Тунбер. Один коронавирус полностью сломал эту концепцию. Но проделал ли он новую концепцию? Пока нет. То есть новая концепция будет сейчас рождаться уже в вот этот посткризисный этап. Я бы сказал, что мы не вступили в самое, наверное, сложное десятилетие за последние 80 лет истории человечества. Это будет переломное десятилетие, и мы будем наблюдать массу очень интересных процессов.